Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим, что положить наши лунки при посадке помидор, чтобы они радовали нас хорошим урожаем. Почему? Не у всех получается хороший урожай, а хорошая ботва плодов мало. И на роду с многими условиями, вся будущая урожайность закладывается уже при посадке. Что можно предпринять? Ну, значит, многие просто не знают, ну, как бы, может и знают, но как-то в тропях при посадке забывают, что, значит, помидоры, как и все поселенные культуры, в начальный период роста нуждаются в фосфорно-калийных удобрениях. Поэтому почву необходимо насытить фосфорно-калийными удобрениями. Это могут быть органические удобрения, та же древесная зола. Да, это же рыба может быть. Есть мелочь, рыбная мелочь, которая в любом магазине продается, или вы, может, вылавливаете сами на прудах эту мелочь. Ее можно по 3-4 рыбки положить в лунку. Ваши помидоры и перцы ответят на это хорошим урожаем. Есть даже водоросли, можно внести водоросли, если у вас есть водоросли, которые именно не камыши, не рогозы, а то, что растет в воде. Сами водоросли. Добавите там горсть водорослей при посадке, и ваши помидоры будут очень хорошо плодить. Ну, есть такие способы. Это органическое земледелие. А с химическим земледелем это монокалийфосфат. Добавляем в лунке чайную ложку монокалияфосфата, и ваша рассада будет толстенькая, коренастенькая, и будет приживаться гораздо лучше. Так что видите, способов подбора удобрений, что положить в лунку, в водор очень-очень много. Ну, не стремитесь положить перегной, не стремитесь внести навоз. Потому что любой перегной и навоз, если вы внесете в лунку, они просто вызовут усиленный рост ботвы. Будет расти ботва, цветов будет закладываться мало, даже у самых урожайных сортов, и эти цветы будут просто-напросто засыхать, будут опыляться хорошо. Наши растения будут жироваться. Так что вывод, я думаю, вы поняли. Самое главное в начальный период роста внести любые элементы, любые материалы, в которых есть фосфор и калий. Если вы дадите в начальный период роста нашим помидорам, они будут отблагодараться за это у вас, потом хорошим урожаем, длинными кистями, и плоды будут очень вкусные. Потому что если сделать такую подкормку сложным удобрением, если внести, то почему не внести сложное удобрение, тройное удобрение, где фосфор, калий, азот есть, понимаете, а уже эффект будет не тот. Наши помидоры не будут такими быть сладкими и вкусными, как при фосфорно-калийной подкормке. Все азотные удобрения мы уже начинаем давать, как и для всех почленных культур, тот период, когда будут нарастать плоды. А пока не будут плоды наши расти, не завяжутся, азот будет даже вреден. Так что возьмите это на заметку, если вы хотите, чтобы ваша вся вся плица была покрыта гроздьями и вкусных, и сладких помидор. Смотрите нас, подписывайтесь, лайкайте. До новых встреч!